Всем привет, с вами снова Слава. Продолжаю отвечать на вопросы по книжному бизнесу. Напомню, что я уже 9 лет профессионально продаю книги на Амазоне и других площадках. И это видео, надеюсь, будет вам полезным. Здесь у меня вопросы, сюда я отвечаю. Слава, интересное такое вопрос. У меня вышла книга в Украине. Сейчас действует переклад на английский язык. Объясню, о чем идет речь. Дело в том, что уже несколько лет, как Амазон, в некоторых случаях, настойчиво просит предоставить право владения этой книгой. Определенной книгой, которую вы опубликовали через площадку kdp.amazon.com. Модель книжного бизнеса, которой мы занимаемся, предполагает, что мы аутсорсим контент, то есть кто-то для нас его пишет. Этот контент уникальный, мы его публикуем и только мы имеем право получать роялтис, только мы имеем право продавать, получать прибыль с продажи. Тот человек, который для нас написал, он получает единоразовую оплату от нас и больше не претендует ни на какие выплаты, либо роялтис. То есть мы с ним больше не делимся, он доволен тем, что он получил несколько сот долларов за свою работу. Мы довольны тем, что он передал нам права. Мы обычно договариваемся через специальный договор с ним. Такой договор для Амазона в последнее время перестал работать, то есть ему больше такого договора недостаточно. И он хочет, чтобы мы предоставили какие-то официальные документы. Таким документом для Амазона хорошо работает сертификат, который нам выдает copyright.gov. В своем курсе «Книжный бизнес на Амазоне» я, естественно, рассказываю и показываю, как зарегистрировать такое право, такой сертификат для своей книги. Данный человек спрашивает меня, если я хочу разместить книгу на украинском языке, на английском языке, на любом языке, на какую книгу мне запрашивать сертификат? Дело в том, что каждая такая книга – это отдельный продукт. У них есть свой серийный номер, то есть в украинской версии книги один серийный номер, у английской версии книги другой серийный номер. И над каждой книгой могли работать разные люди на разных условиях. Соответственно, если вы хотите полностью, полностью за собой застолбить права и на украинскую версию, и на английскую версию, и на испанскую версию, подаете заявку на copyright.gov. Обязательно ли это делать? За свой опыт продажи книг за 9 лет на Амазоне, Амазон обращался мне за таким только дважды. То есть два раза он всего лишь запросил, среди всех моих сотен книг, он запросил только на две книги такой сертификат. Как это произошло? По какому критерию он отбирал? Как обратиться ко мне? Что его стригерило? Я не знаю. Потребует ли он еще? Я не знаю. Если у меня есть такой сертификат, я могу такой сертификат ему предоставить. В данном случае, если у вас есть украинская версия книги, английская версия книги, испанская версия книги, я бы отталкивался от того, что наиболее продаваемой книгой, скорее всего, будет англоязычная книга на английском языке, потому что 98-95% всех продаж – это книги на английском языке. Соответственно, я бы в первую очередь запросил сертификат на книгу в переводе на английский язык. Есть ли на тарифе Lite и Expert в твоем курсе «Книжный бизнес» на Амазоне информация о том, на каких сервисах брать англоязычных писателей, которые могли бы написать книгу для меня, чтобы я продавал на Амазоне? Да, и на тарифе Lite, и на тарифе Expert есть информация, где брать таких писателей, как с ними договариваться, как вести такой процесс. Ключеви слова. Их можно обораты самому, чьи Амазон дает пидкаски. Успех этого бизнеса состоит в том, что мы находим грамотный баланс между востребованностью и конкуренцией. Востребованность мы вычисляем через специальные плагины, также через анализ просто того, что на рынке есть, через определение, что сейчас актуально в категориях, а также через подсказки Амазон. Каждый такой способ рассмотрен в моем курсе «Книжный бизнес» на Амазоне. Дело в том, что Амазон нам тоже подсказывает, что ищут люди, если мы банально просто начнем забивать в поиске определенные ключевые слова. Эти ключевые слова чаще всего очень важно отображать в самом тайтле и сабтайтле книги. Таким образом мы максимально таргетируем нашу книгу на аудиторию, которая для нас интересна. Сколько конкретно мне понадобится времени, чтобы выйти на стабильный доход и перестать работать на дядю? Работать на дядю неплохо. Дядя делает жизнь комфортной. Дядя берет на себя весь удар. Дядя определяет, будут у вас деньги или не будут. И чаще всего, если вы на него работаете, то они будут. Я бы рекомендовал вам не уходить с работы, но параллельно осваивать книжный бизнес. Проходить уроки, делать домашние задания, опубликовать пару книг, оттестировать рекламные кампании, найти какие книги для вас наиболее прибыльные, ниши какие прибыльные, разрастись в этих нишах, поднять уровень продаж, а потом постепенно я бы уже уходил с работы. Очень стрессово, если вы уходите с работы и потом на последние деньги кидаетесь в такой бизнес. Это приводит к каким-то стрессовым решениям, которые не всегда правильные. В жизни так достаточно стресса. Когда я говорю, что вы станете предпринимателем, это не обязательно, что вам нужно регистрировать предприятие. Для продаж книг на Амазоне регистрировать предприятие не обязательно. Вы можете оставаться физическим лицом, получать royalties как индивидуал. В итоге, сколько вам времени нужно будет, чтобы выйти на какой-то доход? Форсировать события здесь не получится. Вкидывать большие деньги, чтобы быстрее прийти к результату не получится. Не получится также резко много работать за месяц, а потом два месяца отдыхать. Здесь работает принцип монотонности, стабильности, последовательности. Но опять же, я бы не рекомендовал параллельно делать несколько книг. Делайте по одной, и вы увидите, насколько это будет лучше, легче и правильнее. Вы так больше времени сэкономите, реально времени и денег. За год можно перейти на прибыль со своих книг. Но при этом у вас должны быть ресурсы для того, чтобы заказывать работы. Книги сами себя не напишут. За них нужно заплатить, за дизайн нужно заплатить, за подготовку нужно заплатить. На рекламу нужно будет потратить. И если вы рассчитываете, что вы сначала сами попишите книги, попереводите какими-то переводчиками, сами там подизайните, а потом с этого, что заработаете, начнете заказывать, нет, так не будет. Нужно делать сразу правильно, нормально и будет вам нормально. Хочу заказать тему книги про психологическое насилие и выпустить книгу под псевдонимом психолога. Как считаете, зайдет ли такая тема? Здесь у Амазона нет ограничений, то есть вы можете опубликовать под разными псевдонимами. Вы можете себе придумать псевдоним автора детских книг, псевдоним йога преподавателя, писателя фантастики. И под одним аккаунтом выпускать книги под разными псевдонимами. То есть аккаунт один, в этом аккаунте у вас разные псевдонимы, под разные ниши. И Амазон не против, если вы будете выпускать книги по психологии. Главное, чтобы они не наносили вред. И нет никаких проблем для того, чтобы опубликовать такую книгу. То есть вы опубликуете, у вас будут отзывы, у вас будут читатели, будут покупатели. Но успех нашей книги зависит от использования рекламы. То есть можно многократно увеличить прибыль, если пользоваться, настраивать рекламные кампании, рекламу использовать. Книгу по психологическому насилию и как излечить себя, как избавиться от травмы, не пропустит рекламный кабинет. То есть ее на рекламу не пустят. Потому что есть опасение, что это может навредить читателю. Потому что не у всех есть диплом психолога. Поэтому имейте в виду, некоторые темы, особенно медицинские темы, околомедицинские, их не пропустят в рекламу. Я написал книгу, хочу перевести ее на английский язык. Получилось на 9 листов А4. Могу добавить рисунки и вот вообще получится классная книга. Как думаете, сколько я смогу с нее заработать? В нашем книжном деле объем книги не измеряется листами А4 в Word. Он измеряется тысячами слов. Потому что для того, чтобы подготовить книгу, ее нужно отформатировать, подогнать под размеры стандарты, которые запрашивает площадка. И после форматирования уже тогда нам становится понятно, сколько на самом деле листов, каким шрифтом, какими срочными интервалами и так далее. Грубо говоря, грубо говоря, это так просто, навскидку. 9 листов А4, скорее всего, это был 12-й шрифт Times New Roman. Ну, пусть это 25 страниц какой-то книги, 24 страницы книги на Амазоне размером 5 на 8 дюймов. С нормальным читабельным размером шрифта и таким, чтобы читатели не ругались. Честно говоря, как для электронной книги очень высокой полезности, возможно, да. Возможно, если там какой-то величайший просто феноменальный какой-то уровень пользы. То есть что-то невообразимо полезное. То есть настолько, что прочитав это, я пойду и просто завтра у меня будет совершенно новый день. Другим человеком проснусь. Об этой книге будут говорить все везде. То страниц 24, да, такое может продаваться. Можно поставить пару долларов за такую книгу. 4 доллара, 5 долларов. Если быть более реалистом, то такие книги, они очень плохо продаются сейчас, в данное время, 2023 год. Так как мы делаем ставку в первую очередь на продажу книг в бумажном формате, то ее нужно отпечатать. У Амазона есть требование, что минимальное количество страниц, я не помню, 24, 26, 24, по-моему, страницы, сколько он готов отпечатать. Все, что меньше, не стоит. Но обратите внимание, 24 страницы книга. Сколько бы вы за такую книгу заплатили? То есть, вы представляете, это 12 разворотов. Это 12 листов, сложенных вдвое. То есть, это даже не книга, это брошюрка. Как я уже говорил, такие брошюрки американцы даже бесплатно не хотят брать. Им в почтовый ящик такие накидывают. Такие брошюры берут на выставках, на фестивалях, на конференциях. И они даже бесплатно никому не нужны. Нормальный объем книги это от 15 тысяч слов. От 15 тысяч слов выйдет от 100 страниц. Где-то так. Планируйте так, чтобы ваша книга была хотя бы 15-20 тысяч слов. А лучше 30-35 тысяч слов. Где-то так. Тогда это будет около 200 страниц. Объем 5 на 8 дюймов. Нормальная книжка, за которую можно запросить долларов 20. При себестоимости печати черно-белой около 4 долларов. Плюс-минус расходы комиссия, налог. Останется, ну, десятка. Чистая десятка. 10 баксов у вас будет с продажи этой книги. Вот это уже я понимаю бизнес. А попытки протолкнуть книгу на 9 листов. Ну, есть другой способ. Скорее всего, если это какая-то детская книга. И тогда, возможно, эта книга-сказка с множеством иллюстраций она зайдет. Но это уже совсем другой объем работы. Вам нужно будет еще потратиться на иллюстрации. Не факт, что ваша книга детская, она будет интересна. То есть, сказок очень много. Сейчас, особенно, когда все приударили на использование искусственного интеллекта, все-таки сейчас сказок, ну, очень много. Ну, конкуренция получается очень высокая. Можно сделать два аккаунта и дублировать книги, меняя обложки и названия. При этом получается, что у меня одни и те же книги. В два раза больше контента я продаю. Во-первых, запрещено правилам Амазона делать несколько аккаунтов. Один сделаете, этого достаточно. Потому что, если сделаете два, три, то вас заберут оба, заблокируют. И больше вы никогда не сможете регистрировать аккаунты. Второе, что, конечно же, Амазон это вычислит и накажет. Дублированный контент делать нельзя. То есть, ну, хитрожопость тут не пройдет. Что нравится в книжном бизнесе и что раздражает в книжном бизнесе? Нравится то, что все, что я сделал в этом бизнесе, я сделал для себя. И все время вложенное, потраченное и все ресурсы, которые я потратил на этот бизнес, это в итоге кормит меня каждый месяц. И будет кормить, сколько будет существовать моей книги, сколько я буду жить и сколько я буду получать прибыль с этой площадки. Не нравится? Что же мне не нравится? Что же мне не нравится? Ничего не приходит в голову. Самая большая трудность в книжном бизнесе? Я предполагаю, что самая большая трудность это постоянство. По-английски consistency. То есть, регулярное управление этим бизнесом, регулярное развитие этого бизнеса, посвящение времени этому бизнесу. То есть, он не требует много времени. Он реально требует ну чуть-чуть. Когда вы втянетесь, когда у вас есть уже десяток, два десятка книг, вам по сути нужно просто раз в неделю заглянуть туда, что-нибудь поменять, проверить, свериться с цифрами. Все. Добавить в работу какой-то новый процесс. И все, ожидать, пока вместо вас это кто-то сделает. Вы проснулись на следующее утро, работа сделана, вы подгрузили, дальше занимаетесь, фантазируете, придумываете, о чем будет новая книга. Самые большие результаты у учеников, у тех, кто этим занимается долго, монотонно, регулярно. Самые низкие это у тех, кто занимается резко, быстро, много, потом перегорает и откладывает это на потом, возвращается через три месяца, ведь курс есть, доступ к курсу всегда. Пересмотрел уроки, такой, я еще, сейчас я сделал новую книгу, новую, все, я беру новую тему, сейчас я точно в ней взорвусь, взорву. И в итоге не там, не сям. Я привожу аналогию, это как ребенка, его невозможно сильно накормить один раз, и потом он будет расти. Ему нужно давать регулярно, по чуть-чуть, постоянно. Регулярно, просто регулярно. Держать в голове, что у вас появилась новая интересная рутина, которая регулярно будет вам каждый месяц приносить прибыль, это то, с чем приходится жить. Приходится жить с прекрасным чувством, что в конце месяца всегда есть деньги, независимо от того, вы работали или нет, они есть. Но и второе, чем монотоннее, чем рутиннее вы к этому относились, чем регулярнее, больше это сумма в конце месяца. Желаю всем хороших продаж, рекомендую пройти всем бесплатный марафон, который всего два урока, ссылка у меня под этим видео. Вы как минимум разберетесь, ваша эта тема или нет. Модель шикарная, модель книжного бизнеса. Буду рад помочь всем. На связи Слава. Подписывайтесь. Пока.